Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня очень короткий скринкаст, потому что сервис очень простой, но хорошо о нем знать именно в силу его простоты. Знать о нем нужно по меньшей мере на тот случай, если вы работаете над прототипом сайта, ну или вообще над картой какого-то процесса. Сервис называется Gloomaps и при заходе на сайт вас не встречает традиционная хотя бы одностраничная визитка от разработчиков, а вы сразу попадаете на страницу с будущей картой проекта и даже здесь в меню нет ничего типа о нас, а есть только о сервисе. Тут, например, перечислены горячие клавиши. Мне кажется, вот эти полтора десятка исчерпывают все действия, которые вам могут понадобиться вообще. Потому что что вам может понадобиться? Добавить название блока. Предположим, мы работаем над прототипом сайта. Первое, что приходит в голову, когда видишь Gloomaps. Пишите в комментариях, как бы вы его использовали. Кстати, таб не переходит к названию следующего блока, как можно было бы предположить, а запускает новый сабпейдж. Под страницу. Я бы сказал, под блок все-таки. И удалить его кнопкой Delete также не получается. Но ничего, удалим так. Итак, вам может понадобиться изменить название блоков. Добавить новый блок того же уровня или подблок, который может включать в себя несколько блоков одного уровня и так далее. Ну то есть вот. Таким нехитрым способом вы создаете карту сайта или любого процесса, который планируете запустить, скажем, региональная сеть волонтеров. Что у нас есть еще? По каждому блоку есть минимальные настройки. Как то? Можно поменять цвет блока, цвет текста, размер текста, сделать его жирным или курсивом и… Упс. А оставить заметку по блоку нельзя, пока вы не сохранили проект. Ну что ж, сохраним. Сохранение здесь весьма условное. Напомню, мы просто зашли на сайт и все. Сохранить — это значит присвоить данному проекту имя, и с этих пор он будет жить в сети в открытом режиме до тех пор, пока к нему кто-нибудь будет обращаться. Если в течение 14 дней никто не посетит этот проект, он самоустранится. Соответственно, вы сохраняете ссылку себе или делитесь ей с кем-то, кому этот проект нужно показать. Ну и после сохранения у вас появляется дополнительная возможность добавлять комментарии по каждому блоку. Например, такие. Ну и вроде бы все. Левая кнопка мыши, вы двигаете карту. Эта кнопка центрирует ее. Таким образом можно изменить длину блока по умолчанию. Колесо мыши — прокрутка вверх-вниз. Так, увеличиваем и уменьшаем. Shift и колесо мыши вправо-влево. Тут можно поменять представление на матрицу, как они ее себе представляют. Матрица выглядит совершенно не так. Вы гляньте в окно, чтобы понять, как она выглядит. Либо Outline. Ну то есть все такой единой колбасой. Outline, конечно, звучит красивее. Ну и Export Sitemap. Понятно, что это должно быть, учитывая, что проект живет только 14 дней без заходов. Чтобы сохранить для истории, можно скачать карту в PNG, PDF или XML. Тут, кстати, и выясняется, откуда взялись такие альтруисты, которые запилили сайтмэп и вообще никак не пытаются его монетизировать. Это разработка Hotglue, а вот Hotglue уже стоит денег. То есть это часть продвижения их основного проекта. Там бесплатных тарифов уже нет. Еще раз, это, конечно, не Miro, но это как недостаток, так и достоинство. Порог вхождения минимальный. Все любите друг друга. Есть такая пословица, где просто там ангелов соста, а где Мудрено, там ни одного. Правда, не ври. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.